Решение арбитражного суда о передаче здания 6-й школы епархии для города сегодня тема номер один. В социальных сетях мнения на этот счет разные, но большинство все-таки считает этот возврат ошибочным. Руководитель фракции КПРФ в облдуме Денис Сидоров абсолютно уверен отдавать здание 35 семинаристам в ущерб 6 сотням школьников. А уж тем более в единственной школе с углубленным изучением французского, по меньшей мере, неразумно. Обмен явно неравнозначен. Для нас это было большой неожиданностью, потому что мы понимаем, что здравый смысл должен возобладать и школа должна остаться в государственной собственности. 600 человек детей, при том, что у нас 12 школ не хватает в городе Рязани, куда их будут размещать? Я понимаю, что сейчас администрация города говорит, что, к сожалению, по закону мы должны отдать максимально, это будет большой срок 6 лет. Но я считаю, что здесь нужно, конечно же, не только от администрации, чиновников должно все многое зависеть, а от нас с вами, от общественности. Мы должны приложить все силы, чтобы помешать отдать школу РПЦ. Естественно, конечно же, все в рамках должно быть закона. В рамках закона это всевозможные обращения и петиции. Мнение общественности сегодня категорически важно. И в России достаточно случаев, когда маховик решений запускался обратно. Обратно. Недавняя история с парком в Екатеринбурге, например. Екатеринбург, конечно, от нас далеко, но у нас есть свой собственный пример. Например, парк морской славы. Его несколько лет назад отстояли, там хотели строить храм. Но люди также вышли, объяснили, что им здесь нужна парковая зона. Все получилось, отстояли. Все должно быть в меру. Позиция КПРФ сегодня неотделима от мнения общественности. Эта школа нужна в первую очередь детям. Это право большинства, если хотите. Апелляцию на решение арбитражного суда власти направят. И общественная поддержка в этом вопросе будет как нельзя кстати. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует... Продолжение следует...